Привет, Норды! С вами Алекс Беннард! Сегодня хочу прокомментировать и показать вам видео с американского YouTube канала, автор которого Шон Вудс. На его канале очень много ловушек на мышей, и если вам понравится это видео, то я с радостью озвучу для вас другие его ролики. Итак, сегодня у нас одна из лучших ловушек на мышей, потому что конструкция таких ловушек очень проста, а результат великолепный. Первая ловушка состоит из металлического цилиндра, который вращается вдоль центрального стержня. Длина стержня соответствует диаметру ведра на 20 литров. В ведре нужно просверлить два отверстия напротив друг друга и разместить там стержень. Убедитесь, что цилиндр свободно вращается. Это основной залог успеха эффективности ловушки. Теперь нам остается только разместить приманку в середине. Это может быть арахисовое масло и все что угодно. Главное это надежно зафиксировать приманку. Теперь нужно заполнить ведро наполовину водой и установить пантус, чтобы мыши свободно могли подняться к цилиндру. Вот так выглядит все в готовом варианте. И сейчас нам остается только посмотреть, как все это работает. Нордой, если вам интересно, чем можно заменить этот покупной цилиндр, то ставьте палец вверх. И как только мы наберем 500 лайков под этим видео, я обязательно сниму свою версию. Но заранее скажу, что это может быть, например, консервные банки или банки из-под газировки и многое-многое другое. Судя по всему, Шон Вудс покупает этих мышей, либо я боюсь представить, в каких условиях он живет, ибо мне очень сложно представить условия, в которых так много мышей дома. Что приходится создать на фоне этого целый канал. Итак, как видите, 11 мышей за одну ночь. Эта ловушка очень проста и также очень эффективна. Если вы не хотите, чтобы мыши тонули, можете просто не наливать воду в ведро. И тогда на утро вы сможете просто унести этих мышей подальше от дома и выпустить в дикую природу. Вторая ловушка похожего типа. Назовем ее месть черной бороды. Почему бы и нет? Принцип тот же. Ведро с водой или пустое, но вместо цилиндра специальные трамплины. А лучше сказать, мостики, которые опрокидываются, когда мышь заходит дальше середины. Не забываем про пантусы для подъема на ведро. И размещаем приманку в конце мостика или на веревке сверху над серединой ведра. И оставляем все это на ночь. Этот вариант более муторный и сложнее в изготовлении. Но вы всегда сможете разместить обычную плоскую дощечку наполовину, выставив ее над ведром с приманкой на конце. Эффект будет тот же самый, просто она не будет возвращаться, а упадет вместе с мышью. Надеюсь вам это видео было полезно, ссылку на оригинал я оставлю в описании. Ну а если вы хотите увидеть мой вариант из подручных вещей, ставьте палец вверх и пишите об этом в комментарии. Спасибо Шону за видео, а вам за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok